Ребята, всем привет! Сегодня будет видео в виде влога, но не просто видео в виде влога, а просто на интереснейший контент. И на самом деле, я думаю, что он будет настолько интересный, что это даже не важно, как он будет снят. Это новая Kia Pro Seat GT 1.6 Turbo 200 л.с. Такая машина стоит 1.999.900 рублей. На ней приехал Олег из бородатой езды, потому что я бросил ему вызов. А бросил я ему вызов на Skoda Octavia 1.8 Turbo 180 л.с. Такая машина стоит 1.850.000 рублей. Ну, примерно ориентировочная стоимость, потому что она в очень-очень жирной комплектации. Здесь black-пакет стоит, светодиодная оптика, большие колеса, коламбус, кожа, электроприводы и камеры, новый щиток приборов. Давайте все вам это подробно покажу. Вот такая вот красивая Octavia в новом исполнении. Так, сейчас мы отсюда выйдем. Что тут надо нажать? Смотрите. Вот такая вот новая приборочка, а-ля Audi A4. Новое меню дисплея. Ну, климат, все остальное тоже самое. Руль тот же самый. Основное отличие это новая мультимедиа и новый щиток приборов. Что мы еще тут имеем? У нас здесь сидушки кожи алькантара, электропривод, память, камера заднего вида. Давайте также продемонстрирую, как все это выглядит. Камера заднего вида с направляющими. Все есть. Миллион, 1 миллион 850 тысяч рублей стоит эта машина. Двигатель здесь 1.8 turbo, роботизированная коробка передач, семиступочка. И сегодня мы планируем сделать заезд вот с этим корейским автомобилем. Это прям самая жаркая, горячая новинка. TSI, все как положено. Пробег у машины небольшой, порядка 100 километров, там 50 или 100, я не знаю. Она абсолютно новая, поэтому можно не сомневаться, что она не чипована. Большое спасибо ASC Коширка, это официальный дилер Skoda, за предоставленный автомобиль. Причем не просто для какого-то обзора, а именно для, можно сказать, такого импровизированного дрэк-рейсинга. Соответственно, 2 миллиона за Ке. Это вот новая машина и новая цена. Я не знаю эту цену, как ее воспринимать можно, нельзя. Но я пока не могу ее воспринимать. Красивые колеса, обвес, какие-то вот красные акцентики. Панорама здесь есть, комфортный доступ. Давайте салон посмотрим. Красные всякие прострочки, также есть память, также кожа алькантара, электроприводы. То есть похожая комплектация, но здесь мы видим спортивный руль. Но в отличие от Skoda, здесь нету, например, ЖК-приборки. То есть здесь приборы абсолютно стандартные, аналоговые. Как бы, ну, здесь вот ничего прикольного нету. Стандартный дисплей посерединке в стиле Kia. То есть это такое классическое их решение. Точно такое же мы можем и в Kia Rio, и где угодно, и даже в премиальных их автомобилях. Такая же менюшка. Климат, подогрев руля, подогрев сидений, подогрев лобового стекла. Все то же самое. Тут Олежка подошел, Олежка. Передай привет моим подписчикам. Привет подписчикам, Сережа. Скажи, что ссылка на твой канал у меня в описании. Ссылка на мой канал у меня в описании. У тебя это идеально. Вот, соответственно, вот эти все кнопочки также есть и в Skoda. Беспроводная зарядка для телефона есть и в Skoda, и в Kia получается. По комплектации они крайне похожи. Единственное, здесь из примечательного, это огромная такая вот красивая панорамная крыша. Не знаю, насколько она нужна, но она есть. 2 миллиона такая машина стоит. Из минусов, смотрите, я сиденье максимально опустил вниз. Ну, я вам серьезно говорю, сиденье максимально вниз я опустил. Я сел, как мне удобно, и я головой просто уперся в крышу. И вот сижу, вот, смотрите, с такого ракурса. Сейчас я сяду так же в Skoda, и вы посмотрите на разницу. Но перед этим мы посмотрим багажное отделение этой тачки. Так, багажное отделение сейчас будем смотреть. Раздвоенный выхлоп. Причем интересно, что это... О, да ладно. А ну-ка, газани. Что там-то? Ого, слушай, а тут прям такой намек на спорт нифиговый. О, крышка багажника с электроприводом, обратите внимание. Также камера заднего вида есть. У Олега тут какие-то классные вещи. Тут мне ничего нет, подарочка какого-нибудь? Нет. Не мне сумку привез? Самокат. Самокат. Самокат детский. Хочешь? Нет, нет, хочу сумку, сумку давай. Спонсор нашего выпуска, монстр. Монстр. И Рочис. Вот. Машина выглядит на самом деле Киа очень стильно. Багажник неплохой. Тут есть дополнительные ниши. Смотри, я тебе помогаю выпуск. Да, помоги мне выпуск делать. Аж три там еще, вот там есть. Слушай, ну круто. Давайте багажник в Шкоде посмотрим. Он, скорее всего, без электропривода. Да, в рестайлинге ничего делать не стали. Зато он огромный. Но он прямо огромный. Реально. Аудиосистема Кентон у нас ставит с сабвуфером хорошая. Такая мощная, сочная, мощная. Под полом у нас ничего нет. Просто запаска и инструменты. Запаска и инструменты. Светодиодная оптика, правда, частично. Вот. И теперь смотрите, ребят. Я посидел только что в Киа. И сейчас я сяду в Шкоду. И вы офигеете, сколько здесь места на втором, ой, на первом ряду. Вот на месте водителя. Просто посмотрите. И здесь у меня место над головой. Я думаю, что эта проблема панорамной крыши, она съедает очень много места. Да, я, кстати, в кепке еду в Киа. Я его задеваю. Сграешь тоже? Слушай, я вот, чтобы вы понимали, ребят, в Киа я сижу вот так. То есть это не очень удобно. В Шкоде я сижу прям по-царски, реально. Император. Ну, здесь, конечно, стиль более выдержанный, строгий, немецкий. Ну, вы все знаете. У нас есть с собой замерщик. Сейчас мы померим 0,100 и на той, и на той тачке. И потом сделаем параллельные заезды с этой Киа. Олег, ты на кого ставишь? Вот здесь 200 сил, здесь 180. Здесь робот. Сколько ступеней? Здесь 6 ступеней. 6 ступенчатый робот, здесь 7 ступков. Как ты считаешь, кто круче поедет? Я думаю, и я в любом случае, но играет, мне кажется, Шкода. Думаю, Шкода? А мне почему-то кажется, что вот Киа может неплохо ехать, потому что Click on Car делал на нее что-то какой-то обзор, и она паспорт свой показала. Что-то 7,5 она поехала. По документам, мне давно 7,5. А у Бурцева не поехала? Здесь 7 передач, 7 передач. А, 7 ступенчатая, да? 7 ступенчатая, но она типа 7,5 должна ехать. 7,5, да. А Шкода 7,5 должна ехать? Шкода 7,5, 7,8. Что-то они там не могут пока определиться. Там механика и ДСГ, потому что они отличаются по динамике. Ну, ДСГ быстрее, конечно. ДСГ, конечно, быстрее. Я ставлю, честно говоря, я не знаю, потому что, ну... Потому что я не знаю. Короче, сейчас, Олег... Я не знаю, потому что я не знаю. Я не знаю, потому что я не знаю. Это лучший аргумент. Две белые машины, это арабские гонки. Это арабские гонки, все. Жорик Вартан, а ты ли это? Это я, брат. Короче, сейчас сделаем замер. Сейчас сделаем динамику и посмотрим, какие же технологии круче. Классика от Шкоды, либо... BDSM от Kia. Либо BDSM от Kia, как подсказывает мне Олег. Итак, ребят, я за рулем нового Kia Proceed GT. Сейчас произведем замеры динамики от 0 до 100 км в час. Посмотрим, что может эта машина. Напоминаю, что у Kia Proceed GT нет такого понятия, как лаунч-контроль. Поэтому мы будем действовать простым способом. Газ в пол. 60 100 8.03 7.05 заявлено заводом-производителем. Сейчас показало 8.03. Но мы на этом не останавливаемся. Сейчас еще сделаем. К сожалению, был включен климат-контроль. Поэтому сейчас сделаем заезд с выключенным климат-контролем. Потому что, как известно, климат может скушать очень много. Газ в пол. 60, 100. 7.19 с выключенным климатом, ребята. Но я думаю, дальнейшее издевательство над машиной мы производить не будем. И так все понятно. 7.19 это значительно быстрее паспорта. 7.5 заявлено производителем. Поэтому больше машину мучить не будем. А сейчас поедем, встанем со Шкодой Октавии 1.8 Турбо. И посмотрим, есть ли разница в цифрах на замерщике и в реальной жизни. Если хочешь, чтобы мотор отъебнул, сделай себе отстрелы. Короче, Шкода на больших колесах. Это 1.8 Турбо. Это Шкода Джип. Видишь, как это? Да, Шкода Джип. Примерно лошадей 250-260 в ней. И Киа Сид, про Сид GT. Парни, кому реально, ну вот по дизайну, кому что нравится? Вот давай в хомяка спросим. Да не надо, блядь, снимай так, блядь. Да ладно, нормально, нормально. Парни, ну так вот. Если бы ездил. Я за Шкоду. Ты за Шкоду? Да. Она четче выглядит скорее. Ну, не знаю. Ты за что, Стас? Слушай, ну ты же знаешь, на чем я езжу. Про дизайн вообще не ко мне. Не, ну понятно, вот так вот. Так как бы, может есть у тебя какие-то... Нет, ты можешь проговорить про эти... Паршья. Какой массовый, какой массовый, какой массовый лучше менять, как ты тысячу. Вот его тачка, пацаны, если что. Как раз и диски, короче, можешь снять. Да-да-да, а про дизайн, ну... Не, ну реально, кому по дизайну, вот чтобы... Я не знаю, я не могу найти подходящего слова, но такое ощущение, что Киа, как и все корейцы, это что-то типа трансформеры какие-то, опять вот эта вся история. Ну, это владелец Шкоды, он скажет, что Киа говно, понятно. Ты что думаешь, Димон, ну реально вот так вот. Перед Октавия, зад Киа. А ты, Олег, ну вот так. Я считаю, что и спереди, и сзади Киа гарантирует. Ну, я тоже считаю, что... Октавия совершенно обычная, стандартная, простая машина, как бы. У Киа вот прикольная оптика, они ее в Порше украли, как бы отлично получилось. И мне нравится решетка, вот эти соты, да-да-да-да-да, стильно смотрится. И внизу полоска, и вот эти вот... Ну-ка, она красивая. Не, мне Киа больше нравится. Особенно она сзади, и сзади в три четверти она прям отличная. Не, мне Киа, ребят, тоже больше нравится. В плане дизайна Киа, конечно, сейчас бацает многих производителей. Машина очень стильно выглядит. Вот так вот берет этот корейский суп, лапша и... Да-да-да-да-да, не, реально круто. Давайте сзади посмотрим. Ну, сзади, я думаю, тут даже говорить, ну, не приходится. Тут от Панамеры все украли, поэтому, ну, Панамеры не может быть некрасивой. Да-да-да-да, дизайнерские курсы от Сергея Дизайна. Да, дизайнерские курсы. Записывайтесь. Да-да, записывайтесь. Семь девяток, три нуля. Новая Люберецкая школа дизайна. Ну, что такое? Это щель. Это щель, как между зубов, да. Нет, Кей, сзади классно смотрится. Шкода, ну, Шкода строгая просто. Шкода более строгая. Ну что, Олег, давай параллельно заедем, посмотрим, кто кому пердульнет. Сейчас надо напихать Шкоде, короче, конкретно 1.8. Если раньше я не был в этом уверен, то теперь я вам точно говорю, что мы сейчас напихаем 1.8. Ребят, заезд года, можно сказать. Выяснение отношений. На третий гудок. Держи. Камеры. Сигналь. Я сигналю. Пам. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. 100. 140. 160. 170. 180. Не, ну, неплохо, Шкода-то, а? На 20 лошадок меньше. Сразу скажу, у всех по полному баку бензина, у всех 95-й, у всех система стабилизации. Ну, я не знаю, это не суть важна, у кого как система включена, не включена. Едем оба в спорт-режиме. Едем оба в спорт-режиме. Сейчас еще разочек попробуем. Непонятно. Я только что замерял, Кеа просит, она 7,2 показала. Октавия по паспорту 7,5. Я не понимаю, как Октавия уезжает. И там, и там по одному пассажиру, естественно. Попытка номер 2. Немножко мы на полосках буксанули на белых. Вот сейчас Сид прям хорошо пошел, смотри. Он уезжает, я в пол топлю, я не могу его догнать. Камера, камера, камера. Сейчас еще раз попробуем. Один, блин, ну я на полосках зарылся жестко. Да, там был затуп прям. Да, там прям затупо за полосок был. Вот сейчас они немножко пробуксовали. Он прям догоняет, смотри. Причем догоняет хорошо. 140. Смотри, как он пошел просто. 160. 180. Не, ну он быстрее, 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 быстрее. Икеа едет. Первый раз он, наверное, был, ну я не знаю, что с ним было. Может он был, потому что после замеров не так хорошо раздут. Еще не остыл у него интеркулер, и он, ну, реально проиграл. Но неплохо, прям вот, прям неплохо, хочу сказать. Ты снимаешь? На третий гудок. Одновременный старт идеальный. 80. Пришлось отпустить газ. Ну, до сотни, чуть-чуть сик начал отъезжать, мне показалось. Так, ребят, с 60-ти ходом сейчас поедем. Олежка проспал, так хорошо проспал. А, блин, смотри, как догоняет быстро, офигеть. Блин, камера, камера, камера. Да, турбина дуется изначально лучше у Шкода, это очевидно. 150. 150. Хочется, конечно, отметить, что динамика неплохая. Я переездил на огромном количестве автомобилей заряженных. Вот, машина на свои 200 лошадей едет очень честно. То есть, свою динамику она прям показывает 100%. Это, во-первых, удивительно, да, для Kia, потому что не часто они подтверждают цифры, заявленные на бумаге, да. Очень хорошо тачка едет на свои 200 сил, это 100%. Вот, управляемость прям, ну, значительно интереснее, чем на той же Octavia 1.8, на которой я сегодня от дилера приехал. Но с точки зрения эргономики, с точки зрения посадки, с точки зрения удобства в салоне, Octavia кладет эту машину на лопатки вообще легко. Да, может быть, она не такая пафосная Octavia в салоне, не такие крутые там ништячки в виде руля, вот, не такой классный обвес у нее и так далее, да. Но те люди, которые будут покупать машины, ну, выбирать именно для обычной жизни гражданской, не погонять, да, конечно, выберут Octavia. Она более практичная, там больше салон, там гораздо удобнее сидеть. Здесь я, несмотря на то, что это, ну, скажем так, универсал, да, здесь я очень стиснуто сижу. Сиденья под мой рост не очень удобные, над головой места практически нету. Поэтому это, конечно, более молодежный вариант, я бы так сказал. Но, с другой стороны, какая молодежь может себе позволить машину за 2 миллиона рублей? Причем эта молодежь такая, прямо совсем неосознанная какая-то должна быть, чтобы отдать именно за корейскую тачку два мульта. Вот, ну, давайте сейчас прокатимся на большой скорости, посмотрим, как она чувствует виражи. Еще, конечно, хотелось бы отметить, что у машины пробег всего 2000 километров. Я понимаю, что эти 2000 она откатала в руках блогеров и журналистов, но вот по салону гуляют сверчки. Это, конечно, не очень приятно, то есть машина, по сути, новая. Подвеска очень-очень сбитая, я бы даже назвал ее все-таки спортивной. Не, ну, она прям разгоняется. Сейчас будет затяжной поворот, довольно серьезный. Да не, не, ехать машина едет, ничего не могу сказать. Я только что ехал на Шкоде, я хочу сказать, что эта Кеа явно бодрее. Есть, конечно, разница здесь по лошадиным силам. Здесь на 20 лошадок больше. Вот, но все равно, как бы, при плюс-минус одинаковой стоимости, эта машина, конечно, здесь спорта гораздо больше, чем в той же Шкоде. Здесь, наверное, спорта столько же, сколько в Октавии РС, которая больше в России не продается. Ну, хорошо прям дорогу держит, мне прям нравится. Отлично. На 190 в повороте это прям великолепно. Для корейцев это, вот это реально прорыв, не то что Лады Веста. А говорят там о каком-то прорыве, нет. Вот это классно. Я, вы знаете, корейцев не очень, конечно, да, но это неплохо. Это неплохо. Я бы эту машину 100% не купил, потому что я все-таки выбирал бы, наверное, более практичный вариант, ну, там, с полным приводом, либо Октавию из-за того, что она очень хорошо чипуется, и Октавия на впуске-выпуске, на чипе, это уже 260 лошадиных сил, это уже совсем другой игрок. Сейчас спросим мнение Олега. Открывай, давай, Вася, открывай! Ну, как у тебя впечатление, Олег, от заезда? Ну, вот такое вот общее, что ты хочешь сказать? Ну, слушай, они одинаковые. Неоднозначное какое-то мнение, да? Неоднозначно сложно. Кто просрал старт, тот как бы просрал гонку, скажем так. Настолько равные и похожие динамические характеристики. Нет, ну, на скорости чувствуется, что она начинает потихонечку киевать. За счет тупо большей мощности, 20 лошадей все-таки играющая. А вначале ты стартуешь за счет крутящего момента, явно. Да, да, да. Тут 265 момента, а в школе не помнишь сколько? Я просто что-то забыл. Это ты должен знать. Да, на 1.8 250, потому что он ограничен искусственно. Вот, точно. Ну, да. Ну, короче, получилось то на то. Но только не забывай, что это спортивная киа. А, ну да, ну типа это суперспорт как бы. Супер, суперспорт. Суперспортный спорт. Вот, а у тебя типа сток. Ну, не сток и цвета, но... Ну, как бы семейный обычный литбэк, да, назовем его так. Да, да, поэтому... Не, ну, скажем так, именно харизмы спортивной, конечно, в киа гораздо больше. Она более такая яркая. У нее даже колеса подвесли. Да, этот выхлоп классный, дизайн. Проблемые. Но меньше багажник, гораздо меньше салон и динамика плюс-минус. Ну, как бы разница не сильно значительная. Плюс шкода на элементарном чипе это уже 235-245 лошадиных сил. Примерно. Интересно, эту можно чиповать или нет? Да, можно, если бы мотор отразвалился. Идеально. Ну, ладно. Это было небольшое сравнение киа про CGT с обычной шкодой 1.8. Вот, ну, не знаю, не знаю. Неоднозначное, честно говоря, впечатление. Абсолютно неоднозначное. Гонка эта не наигранная. Эта машина дилерская. На мой, сегодня с утра просто только дали. Она сегодня только встала в тест. Пробег 60 километров. Эта машина, естественно, обкатана уже всеми блогерами, журналистами. Но там 2000 тоже, на самом деле. Да, 2500, там порядка макияжки. Не знаю, ребят. Напишите в комментах, что бы вы купили из этих двух тачек. Я бы, ну, я бы 100% взял Шкоду из-за ее, конечно, универсальности, да. Но кия, конечно, более стильный. Пожалуйста, напишите мне хоть один коммент. Хоть один коммент. Продолжение следует... Продолжение следует...